Здравствуйте! Вы смотрите программу «Жемчужина Подмосковья» Программу для тех, кто неравнодушен к прошлому родного края Я, Юлия Пасниченко, расскажу вам об истории улиц, зданий, культуре, быте и достопримечательностях Матищинского района Так получается, что каждый день я проезжаю одну и ту же улицу Это улица Белобородова, она небольшая, но очень уютная и светлая Мне только известно, что до появления этой улицы здесь располагались служебные помещения ремонтных мастерских радиостанций Дома были построены в начале 80-х годов на краю Рупасовского карьера На одном из них установлена памятная доска Афанасии Павланевичу Белобородову Дважды Героя Советского Союза А ведь улиц, названных в честь Героев Советского Союза, немало Улица Веры Волошиной, Николая Селезнева, бульвар Нины Раскоповой Я решила узнать больше о жизни и подвигах этих людей Поэтому сегодня я предлагаю вам познакомиться с этими улицами и их героями Об этом человеке снят не один фильм, написана не одна книга С первых дней Великой Отечественной войны он вел беспрерывные ожесточенные бои Сдерживая натиск противника За героизм, высокие боевые качества и умелые действия Афанасий Белобородов был удостоен многих званий и бесценных наград Образовалась новая улица И встал вопрос, ну как эту улицу назвать Ну однозначно было принято решение назвать В честь Афанасия Павланевича Белобородова Дважды Героя Советского Союза Почетного гражданина наших Мытищ И сейчас эта улица достойно носит имя Полковник Белобородов Слушаю, товарищ генерал-лейтенант Соколовский Истру? Сдал Командующий фронт приказал? Так возьму истру обратно, товарищ генерал Наши 78... Простите, как? 78-й дивизии больше нет? Вы не ошиблись? Я полковник... Уже не полковник Верховный главнокомандующий Еще мальчиком он грезил о боях, сражениях и подвигах Но детские мечты осуществились в годы революции и гражданской войны Уже в 16 лет он воевал в составе партизанского отряда на Дальнем Востоке В своем крестьянском роду Афанасий был первым профессиональным военным И всю свою жизнь посвятил военному делу Окончил пехотную школу и получил назначение на Дальний Восток Здесь он прошел все армейские ступеньки От командира взвода до полковника В 1929 году участвовал в боях на Китайско-Восточной железной дороге Тогда же за проявленные храбрость, стойкость и мужество Получил свою первую награду Орден Красного Знамени А через 7 лет окончил военно-политические курсы И военную академию имени Фрунзы В начале Великой Отечественной войны Афанасий Белобородов командовал 78-й стрелковой дивизией В октябре 1941 года она была переброшена с Дальнего Востока на Запад 36 литерных эшелонов с курьерской скоростью двинулись на Запад в Москве Даже на узловых станциях остановки длились не более 7 минут В трудные времена битвы за Москву С Дальнего Востока было переброшено несколько частей И в том числе 78-я дивизия под командованием Афанасия Павлантиевича Белобородова Она формировалась из сибиряков И имела определенный опыт и подготовку Боевую подготовку Эти сибиряки очень были нужны на фронте непосредственно в сражении за Москву 28 октября 1941 года части дивизии разгрузились под Москвой На станциях Нахабина и Новый Иерусалим Это была полнокровная кадровая дивизия Укомплектованная по штатам военного времени Более 14 тысяч солдат и офицеров Большинство из них сибиряки 12 долгих дней и ночей ждали мы этого часа Знали, что едем защищать Москву Но конечный пункт маршрута нам не сообщили Не тогда, когда 78-я стрелковая дивизия грузилась в эшелоны Не потом в пути Да и вряд ли могли сообщить Обстановка на фронте изменялась иногда в считанные дни Какой же смысл заранее нацеливать на прифронтовой пункт выгрузки дивизию Который перебрасывается за 10 тысяч километров До сих пор о трудном положении на фронте В частности под Москвой Мы знали главным образом из газет Но проезжая через Сибирь и Урал Находясь еще далеко от передовой Но бойцы тем не менее Зримо ощущали приметы тяжелой войны Вагоны, наполненные женщинами, детьми, стариками Всякий раз бросались в глаза Как только наши эшелоны Втягивались на ту или иную крупную станцию Интересное предложение внес Михаил Михайлович Вавилов Он сказал Хорошо бы еще до выхода на передовую Устроить встречу бойцов дивизии С рабочими какого-нибудь завода или фабрики Давайте искать такую возможность Уже под Москвой возможность у нас появилась Эшелоны были задержаны на несколько часов в Мытищах Один из эшелонов, который в этой дивизии Остановился в наших Мытищах И солдаты и командование Наше, конечно, организовало Руководство организовало достойную встречу Помогли, чем могли Основного куривания хватало солдатам И были определенные какие-то запасы И стихийный митинг Образовался И было решено Оказывать помощь И шефскую помощь Нашей вот этой 78-й Последствии 9-й гвардейской Дивизии И вот Завязавшаяся дружба Продолжалась не только всю войну Обменивались делегациями Большое количество Писем, которые посылал Наша молодежь Посылали посылки И таким образом В общем-то Вот это шефство Неформальное Это потом стали Шефы закрепляться Вот это шефство Весь период Великой Отечественной войны Особенно битвы под Москвой Сыграли свою роль Так произошло Первое знакомство Афанасия Белобородова С мытищами Далее эшелоны Двинулись к линии фронта Они сражались На 41-м километре от Москвы На Волкаламском шоссе Дивизия под командованием Белобородова Отличилась в Московской битве На Юго-Западном Калининском И Сталинградском фронтах Приказом народного комиссара Обороны СССР А 26 ноября 1941 года 78-я стрелковая дивизия Была преобразована В 9-ю гвардейскую А ее командиру Полковнику Белобородову Было присвоено звание Генерал-майора Мы же Селиваниху взяли Мы из приказа Ни разу не отошли По приказу, но К Москве Не более 2-х километров в сутки Не от Москвы А к Москве меньше Да пока наша 78-я дивизия Нету нашей 78-й дивизии Товарищ полковник Я к члену военного совета Как полковой комиссар И полкового комиссара Бронникова Тоже нет А что есть? Есть 9-я гвардейская дивизия Бригадный комиссар Бронников И генерал-майор Белобородов Когда в штаб Московского военного округа Он был назначен Там в парадного входа Стояло два солдата Рослые такие Как мы говорим Пост номер один Так шутили И они брали Когда появлялось командование Члены военного совета Значит стеклянную дверь За ручку Брался Делал шаг назад И зеркально повторял Тот же самый Другой солдат И значит Командование входило Ну афанасий Павлатьевич Когда пришел Его сопровождал Комендант Подполковник Вербенко И Он так посмотрел Как эти гвардейцы Лихо открывают дверь Повернулся И говорит Комендант У тебя что лишних людей Что ли много Он говорит Никак нет Товарищ командующий Как всегда не хватает Ну-ка поставьте Эти гвардейцы в строй Пусть Пусть только Кто не в состоянии Я в состоянии Двери открыть Ну в общем Конечно Человек Был Он такой Очень демократичный Во время войны С Японией В августе 45-го года Афанасий Павлантьевич Командовал Первой Краснознаменной Армией Войска Армии В составе Первого Прибалтийского Фронта В ходе Витебско-Оршанской Операции Прорвали Глубоко Ошелонированную Оборону Противника Форсировали Западную Двину И совместно С соседней 39-й Армией Уничтожили Витебскую Группировку Фашистских Войск В составе 5-ти дивизий За боевые Заслуги В этой Операции Белобородов Удостоен Звания Героя Советского Союза Я Лично Его Знал Когда Служил В комендатуре Когда Он был Назначен Командующим Московского Военного Округа Очень Простой Человек В обращении Демократичный Любил Солдат Окончил Войну Афанасий Павлантьевич Уже Как Дважды Герой Советского Союза 24 Июня Победного 45 Года Белобородов Шел В шеренге Командармов 3-го Белорусского Фронта После Разгрома Квантунской Армии 8 сентября 1945 Года В Маджурии Состоялся Парад Советских Войск В честь Победы Над Империалистической Японией В Харбине Парад Поручили Принимать Начальнику Гарнизона Города Генерал-полковнику Белобородову Позже В бытность Командующего Войсками Московского Военного Округа Уже в звании Генерала Армии Афанасий Павлантьевич Семь раз Командовал Парадом На Красной Площади В Москве Ему посвящены Постоянные Экспозиции В Историко-художественном Музее А также В школе Номер 24 Которая Была названа Именем Дивизии Белобородова Отрадно Отметить Что Неслучайно Улица Имени Афанасия Павлантьевича Белобородова Названа У нас здесь Мытищих Потому что Семья Афанасия Павлантьевича Жена И двое Сыновей Жили у нас Тоже Мытищих На Ульяновской Улице 1 сентября 1990 Года Согласно Завещанию Афанасий Белобородов Был похоронен Рядом с могилой Своих Однополчан Павших На рубеже 41-го Километра Молоколамского Шоссе Героев Советского Союза В Мутищинском Районе Более Сорока Эти люди Оставили Памятный След В истории Нашего Края И России Об их Подвигах Мы просто Обязаны Помнить С вами Была Юлия Пасниченко До До скорых встреч Продолжение следует